Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по посланию к римлянам, первоверховного апостола Павла. И сегодня мы будем изучать с вами третью главу этого послания. Третью и четвертую главу мы будем изучать с помощью отцов церкви и богословов, писателей, которые касались вопросов, связанных с этим посланием. Потому что там есть темы, которые основополагающие для всего этого послания к римлянам. Остальные главы мы будем более просто изучать с вами, рассматривать, чтобы облегчить для вас восприятие материала. В блаженной памяти священник-отец Даниил Сысоев писал, «Третья глава – одна из ключевых в Новом Завете, а послание к римлянам, как утверждают библеисты, – одно из главнейших догматических посланий апостола Павла. Мы помним, что первые две главы послания к римлянам посвящены тому, что апостол Павел оценивает с точки зрения Бога язычников и иудеев и объясняет, почему и те, и другие безответны пред судом Божьим. Для чего нужно было это объяснять? Вы, думаю, догадываетесь, самое любимое занятие людей – это поиск себе оправданий. Как бы так хитро обойти все вокруг, думают они, чтобы нас к стенке не приперли? Апостол Павел как раз занимается тем, что припирает к стенке, чтобы нельзя было никак выкрутиться. Он делает это для того, чтобы показать, что перед Богом все люди виновны. Нельзя спастись, будучи язычником, так как с точки зрения Бога поклонение твари вместо Творца является величайшим преступлением. Из этого тяжелейшего преступления и долопоклонства вырастает чудовищное злодейство. Когда нам рассказывают про несчастных, бедных, совестливых папуасов, которые незаслуженно попадают в ад, живя на диких островах Тихого океана, мы с вами должны ответить, что все это ерунда. Найдите мне такого папуаса, который всегда бы жил по совести, и которого Бог за это должен спасти. Очень сложно такого найти, потому что в языческом мире иные системы нравственности, причем эти системы противны совести человека. Он должен ломать себя, чтобы опуститься до такого дна. С другой стороны, во второй главе апостол подробно объясняет, почему виновен иудей, отчего он тоже не может оправдаться тем, что у него есть закон. Здорово, что у тебя есть закон, как бы говорит Павел. Хорошо, но если ты его не выполняешь, какая тебе польза? Все это не принесет тебе абсолютно никакой пользы. Надо сказать, что, когда мы читаем послание к римлянам, я на это уже обращал внимание, под иудеем надо разуметь верующего человека, под язычником надо разуметь неверующих людей, прежде всего неверующих в истинного Бога, но в некотором смысле надо разуметь под язычником, неверующих людей в миру. Вот смотрите, что пишет апостол Павел, это послание к Ефесянам, 2 глава, 11-12 стих. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемое обрезанное плотским обрезанием, совершенным руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. Таким образом, апостол Павел, он не использует третью позицию. Третья позиция – это христиане. Он в послании к римлянам говорит о иудеях и говорит о язычниках. Но о иудеях он говорит двояко. В одном смысле иудеи – это только потомки Авраама, Исаака и Якова по плоти, в другом – потомки по духу. Как он и пишет, не тот иудей, кто наружно таков, и не то обрезание, которое на сердце. И вот цитата блаженной памяти отца Даниила Сысоева, она как раз опрокидывает наше представление, что у верующих есть какие-то преимущества личного характера перед неверующими. Нет. Если они есть, они не личного характера. То есть со своей стороны неверующий человек ничего не может сделать для своего спасения, также и верующий человек ничего не может сделать для своего спасения. Спасение дается даром по благодати, и сие не от нас Божий дар, чтобы никто не хвалился. Слово «иудей», я напомню, означает «восхваляющий Бога». И Павел, апостол, ставит под сомнение то восхваление, в котором нету прославления Бога Отца через Бога Сына, то есть Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому в Новом Завете по отношению к плоским иудеям говорится «так называемые иудеи», а все верующие во Христа называются потомками Авраама, потому что они разделяют веру Авраама, а Авраам веровал в грядущего Христа. И как Христос сам говорил об Аврааме, Авраам увидел и возрадовался, то есть в духе Авраам созерцал пришествие Христа на землю. Итак, мы приступаем к третьей главе. Прочитаем первый и второй стих. Итак, какое преимущество быть иудеем, то есть верующим, или какая польза от обрезания, то есть от религиозных обрядов. «Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им верено Слово Божие». Вот то единственное преимущество, которое оно реально обретается. Отличие верующего от неверующего, верующий имеет божественное откровение. Неверующий методом проб и ошибок пытается разобраться, как ему существовать в этом мире, зачем он пришел в этот мир, для чего он живет, куда он уходит. Все на ощупь, все приблизительно. Учитель церкви Ориген пишет, «То, что быть иудеем – великое преимущество, апостол объясняет следующим образом. Им верено Слово Божие. Хотя ныне и язычникам верено Слово Божие, иудеям, по слову апостола, оно было верено раньше. Однако я спрашиваю, что имеется в виду, когда говорится, что им первым было верено Слово Божие? Идет ли речь только о текстах и книгах, или также о смысле и понимании закона? Ибо мы видим, что многие иудеи от младенчества и до старости непрестанно учатся, но так и не приходят к знанию истины во Христе. Как же может быть истинным то, что они имеют великое преимущество в том, что им было верено Слово Божие, коль скоро они не разумеют ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. Следует понимать так, что сказанное относится к Моисею, Моисей точно был иудеем, к пророкам, они тоже были иудеи, и к прочим им подобным, кому было верено Слово Божие, так как они, несомненно, являлись иудеями и были обрезаны. То есть в понимании учителя церкви Оригена вот эти слова, что «быть иудеем – великое преимущество во всех отношениях», записанное апостолом Павлом в начале третьей главы послания к римлянам, относятся к настоящим иудеям, таким, каким был Моисей, к таким, какими были пророки, и подобные им ветхозаветные праведники. Но они относятся, очевидно, к тем, которые, имея Писание, они не разумеют его. И апостол Павел допускает такую мысль, что когда они читают Слово Божие, как бы покрывало, покрывало лот неведения, лежит прежде всего на их сердцах. Потому что ключ к разумению всего Писания – это сам Христос. Далее апостол Павел пишет, «Ибо что же, если некоторые и неверны были, имеется в виду те иудеи, которые не приняли Христа, неверность их уничтожит ли верность Божию?» О чем Павел пишет? О том, что был заключен Ветхий Завет между Богом и еврейским народом. Завет предполагает верность Завету как одной, так и другой стороны. Иудеи в той своей части, в которой они отвергли Христа, оказались неверными. Но Бог продолжает быть верным этому Завету. В каком смысле? Он заботится об этом маленьком народе. Они выживают, несмотря ни на что. Он благословляет этих людей. И в замысле Бога предполагается их обращение ко Христу во дни Антихриста, когда тьма сгустится настолько, тьма неведения, что дверь спасения закроется для язычников и откроется для Израиля. Это тайна веры. В этом послании апостол Павел подробно об этом говорит. И я надеюсь, мы дойдем до этой главы. Итак, Павел восклицает, «Никак Бог верен, а всякий человек лжив, как написано, ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем». Если же наша неправда открывает правду Божию, то что скажем, не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев. «Говорю по человеческому рассуждению», добавляет Павел, «никак, ибо иначе, как Богу судить мир». То есть Господь по-прежнему со своей стороны Он продолжает сохранять верность завету, который был заключен сначала между Богом и Авраамом, потом при Синайской горе между Богом и всем еврейским народом во время их исхода из Египета. Но святые отцы делают оговорку очень серьезно. Они говорят, что Завет предполагает веру со стороны людей, которые вступают в Завет. Поэтому Завет заключается с верующими, а не с неверующими. И в этом смысле мы видим, что лучшая часть еврейского народа, 12 апостолов Иисуса Христа, Дева Мария, апостола из числа 70 и многие-многие другие, они как раз и оказались тем верным остатком, который со своей стороны продолжал соблюдать Завет с Богом. Но Бог заботился и о тех, которые перестали соблюдать Завет с Ним. Ибо Бог посылает свет солнца на праведных и на неправедных, как учит Христос, и дождем дождит на праведных и на неправедных. Его забота о всем роде человеческом, особенно, если это связано с Заветом. В то же время Амвросий Медиаланский, святитель, пишет, «Неужели обманывает Бог? Не обманывает. Ибо невозможно, чтобы Бог говорил ложь. Является ли эта невозможность какой-либо слабостью? Вовсе нет. Ибо если Он, Бог, может все, то как может быть, чтобы Он чего-либо не мог? что же невозможно Ему? Нет ничего, что не в Его силах. Однако есть то, что противно Его природе. Невозможно говориться, чтобы Он, Бог, говорил ложь. Невозможность это не свидетельство слабости, но силы и величия, ибо истина не приемлет лжи и сила Божия не приемлет ошибок». То есть, хотя они и нарушили завет с Богом, Бог остается верен. Но Бог вправе судить тех, которые не сохранили завет, хотя Он обещал богословение. Но это воли самих этих людей. Если бы они сохранили верность к Богу, они бы остались под благословением. Нарушив завет, они вышли из подблагословения. И в этом смысле Амбросий Медиаланский и ведет свое рассуждение о том, что не надо думать, что Бог сначала сказал, что «Я клянусь самим собой, я не оставлю этот народ». Потом Он взял и оставил этот народ, что как бы Бог переменчив. Конечно, нет. Бог остается с верующими. И такие были, это верный остаток. Да и не все крещеные являются по-настоящему православными. Мы это тоже понимаем. Потому что православие это прежде всего образ жизни. А если будучи крещенными и миропомазанными, христиане ведут языческий образ жизни, то они скорее всего как безбожники, о чем мы и прочитали у апостола Павла. Далее мы читаем послание к римлянам, 3 глава, 7-8 стих. «Ибо если верность Божия возвышается моею неверностью к славе Божией», то есть человек неверен, а Бог всегда верен, «за что еще меня же судить как грешника?» Мысль такая, то есть я своей неверностью создаю контраст, а верность Божия возвышается над моей неверностью. Далее рассуждение Павла «И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим? Праведен суд на таковых». Действительно некоторые язычники обвиняли христиан в том, что христиане считают, что можно грешить, так как они не под законом верующего Иисуса Христа, а под благодатью. А благодать – это прежде всего божественное милосердие. Но праведен суд на таковых, которые подобные говорят о христианах, которые таким искаженным образом воспринимают христианство. блаженной памяти отец Данил Сысоев пишет дословно, то есть вот эти слова апостола Павла, «разве мы не подвергаемся хуле, будто говорят некоторые из нас, давайте сделаем зло, чтобы пришло добро». Ну, иначе, как в народе говорят, не украдешь, не согрешишь, не покаешься, не покаешься, не спасешься. Отец Данил рассуждает, праведный суд на таковых. Такие разговоры являются богохульством, по-другому апостол их не называет. Это хула и доведение до абсурда. Действительно, нельзя воспринимать христианство как некую такую бесконечную интульгенцию, которая дается всем и всегда, и несмотря ни на что. Да, Христос говорит, любой грех и любая хула простится человеком, кроме хулы на Духа Святаго. Но хула на Духа Святаго предполагает и неверие в Духа Святаго, и неприятие Духа Святаго. А как мы знаем, Дух Святой есть истина, а в лукавую душу не внидит премудрость Божия. Поэтому, если человек называет себя верующим, но продолжает жить как язычник, ставится под сомнение в нем буквально все. И прежде всего сама его такая вера. А может ли быть вера без дел, на чем настаивает Иаков, что вера без дел мертва. Итак, далее мы читаем 9-й 18-й стих. Павел восклицает «Итак, что же, имеем ли мы преимущество? Нисколько». То есть, он выявил как бы три группы людей, это язычники, безбожники в миру, это иудеи по плоти и по духу, то есть христиане, так как слово «иудея» означает прославляющий Бога, есть те, которые ложно прославляют Его, есть те, которые это делают истинно. И, несмотря на это, Павел продолжает «Итак, что же, имеем ли мы преимущество?» И мы с вами представили эти три группы, «Нисколько, говорит Павел, как? Нет преимущества между иудеем, христианином, язычником?» Павел говорит «Нисколько, ибо мы уже доказали, что как иудеи, как верующие, это слово имеет двойственный смысл в этом послании, так и елены, это язычники, безбожники в миру, как о них пишет Павел, все под грехом, и верующие, и неверующие, как написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, да одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного, вы слышите, братья и сестры, нету делающих добро, нет ни одного, горта них открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их, они не знают пути мира, нет страха Божия пред глазами их, то есть весь этот мир, в котором мы живем, он давно и безнадежно сбился с пути, когда произошло грехпадение наших прародителей Адама и Евы, и люди поверили змею древнему больше, чем Богу. Но как же такое может быть? Павел говорит, что нету разницы верующий, неверующий, все под грехом, язычники, эллины, иудеи. Но ведь человек может стараться делать добро, но ведь человек может стараться исполнять закон. Но как отец Даниил Сысоев, сегодня мы вспоминали эти его слова, он сказал, покажите мне папуаса, язычника, который все исполняет. Имеется в виду нравственный закон, который всеян во всех людей. Предположим, кто-то из нас решил исполнять закон. Но что пишет Яков, брат Господин? Вторая голова, 10-11 стих. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Ибо тот же, кто сказал «не прелюбодействуй», сказал «и не убей». Посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона. Преступление закона заключается не в том, какой грех ты совершил, а в том, чью волю ты нарушил. Ведь один и тот же Бог сказал «не убей». Он же сказал «не прелюбодействуй». Он же сказал «не доноси, не лжесвидетельствуй». Он же сказал «не завидуй». Может быть, ты не убил, но ты доносил. Может быть, ты не доносил, но ты завидовал. Может быть, ты не завидовал, но ты прелюбодействовал. А если согрешить в одном чем-нибудь, то становишься виновным во всем, говорит Библия. Таким образом, все мы под грехом. И ответственность с верующего, она более серьезно спрашивается, чем с неверующего. Хотя неверующим тоже даны нравственные принципы. Это Божий закон, который всеян в их сердца. Так называемое естественное откровение. апостол продолжает развивать свою мысль. Но мы знаем, но мы знаем, что закон, если что, говорит, говорит к состоящим под законом. Состоящие под законом – это те, которые вступили в этот завет, но состоящие под нравственным законом все остальные люди, даже те, которые не вступили в этот завет. Ибо, как Павел пишет, язычники, не имея закона, по природе законы и делая, обнаруживают, что закон написан в их сердцах. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так, что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом, потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть. Вы слышите, братья и сестры? Делами закона, то есть добрыми делами, не оправдается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех. О чем это? О том, что само назначение закона немножко другое. Закон это зеркало, которое показывает нам наше реальное состояние, и прежде всего для того, чтобы познав это состояние, мы искали бы спасение не в своих делах, собственных добродетелях, которые по-своему порочны, а в милосердии Божьем прежде всего. И если мы действительно проведем ревизию наших добрых дел, то мы ужаснемся. Многое из того так называемого доброго, что мы творим, делаем, имеет порочные мотивации показаться перед людьми, даже перед самим собою, даже перед самим собою, вот я это сотворил. Как один мужчина мне рассказывал, он очень опасался чувства гордыни, и он подавал милостыню в тайне, а потом ужаснулся, когда заглянул свою душу, как он честовал самого себя, и потом он сорвался штопором с этого состояния в грубые плоские грехи. Итак, Павел категорически доказывает, что все нуждаются в спасении, значит, нужен Спаситель. Роль закона выполнена. Закон обнаружил наши грехи, наметил стези исправления, хотя мы сами не можем исправиться, без действия благодати. Теперь нам надо примириться с Богом, Отцом, в Его Сыне Иисусе Христе. И если по закону грешника надо побить камнями насмерть, там даже сказано злословящий отца или мать да будет побит камнями, прелюбодей побивался камнями. И Павел продолжает 21 по 23 стих 3 главы. Но ныне независимо от закона, независимо от системы наказания за преступления, независимо от наших добрых дел, как пророк Исаик говорит, ваша праведность как запачканная одежда. Но ныне независимо от закона явилась правда Божия, то есть высшая, более совершенная, чем сам святой закон, явилась правда Божия, о которой свидетельствует закон, то есть сам закон свидетельствует об этой правде. И пророки правда Божия через веру в Иисуса Христа. И закон Моисей, и пророки, и Писание все свидетельствовало о Христе. Закон обнаружил наше несовершенство, нашу несостоятельность, он показал нам, нас самих, мы ужаснулись и бросились в объятия Божия. Независимо от закона явилась правда Божия, о которой свидетельствуют законы пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Оказывается, между нами нету существенного различия, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. В блаженной памяти отец Даниил Сосоев писал, все без исключения люди согрешили, это правда, все одинаково оказались виновными перед Богом, вина перед Богом есть, чтобы не говорили либералы, которые, по сути, отвергают эту новость. Суть либерального христианства в том, что они забыли об этой исключительной новости, у них все в серости, Бог всех любит, всех спасет, ему нет дела до добра и зла. Богу не все равно, продолжает отец Даниил. В том-то и дело, Бог яростно любит добро и яростно ненавидит зло. Ему совершенно не все равно, именно поэтому нам доступна эта удивительная радость полного оправдания. Все согрешили, продолжает отец Даниил, все лишены славы Божьей. Помните, что такое слова Божия. Это несмыслимые слова, что явилось на Фаворе, на Синайской горе, невообразимая слава, сияние, могущество Бога, это непостижимо, могущество Бога, в которой Он живет до начала времен, и все это было утрачено людьми, даже когда с ней, с этой святостью, славой Божьей соприкоснулся Моисей, она тронула лишь его кожу, которая стала светиться, но внутрь войти не смогла. Представьте, даже Моисей не смог получить эту славу внутрь. Он, видевший тайны, видевший Бога лицом к лицу, не мог получить славу внутрь себя. Здесь отец Даниил противопоставляет как бы ветхозаветных людей новозаветным. Ведь новозаветный человек, христианин, любой христианин, он выше по значению, чем древние пророки и праведники. Как Христос говорил об Иоанне Крестителе. Иоанн Креститель больше из пророков, но меньше в Царстве Божьем, то есть в Церкви, больше его. пророки не причащались тела и крови, не сподоблялись этой славы, они не приняли Духа Святаго. Благодать Божия касалась только их кожи, и только кожа светилась, лик Моисея, кисти, рук и так далее. Но в день Святой Пятересятницы Бог вселился в свой народ. И апостол Павел продолжает, получая оправдание даром, то есть независимо от наших добрых или злых дел по закону, получая оправдание даром, по благодати его, по благодати это значит по милости, по благодати это значит по вере, а по вере это значит не по делам, как учит Павел. Получая оправдание даром, по благодати его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови его через веру для показания правды его, в прощение грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия к показанию правды его в настоящее время, да явится он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Итак, мы имеем великое преимущество именно как христиане, но оно не связано с чем-то личным. Это милость Божия, и она излита на весь род человеческий, потому что мы все в некотором смысле как мы видим в одинаковом положении, но вера в Иисуса Христа все меняет. Вера в Иисуса Христа дает нам начатки ходить в обновленной жизни. И смотрите, что пишет Иоанн Богослов, это первое его соборное послание, первая голова, пятый, десятый стих. «И вот благовестие, которое мы слышали от Него, и возвещаем вам, Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем, и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как он во свете, то имеем общение друг с другом». Стоп! А разве мы во свете, если мы уже доказали, что все виновны с помощью слов апостола Павла? Да, вина на всех, это без сомнения. Но смотрите, что далее пишет Павел. «Подобно как он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, то есть Сына Божия, очищает нас от всякого греха». Вы слышите, братья и сестры? Кровь Иисуса Христа, Сына Божия, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, истины нет в нас, если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым, и слова его нет в нас». Кто-то может задаться таким резонным вопросом, «А что, если человек пережил раскаяние, было отпущение грехов, святое причастие? Может ли он сказать, что в нем нет греха? В нем нет греха, как содеянного поступка. Этот грех изглажен. Но он будет лжец, если не скажет, что грех как склонность к тому или иному преступлению продолжает присутствовать в нем. Благодать ослабевает эту склонность, причастие попаляет эти тернии и прегрешения, но борьба будет продолжаться до самого конца. Поэтому апостол восклицает, где же то, чем бы хвалиться? Нам нечем хвалиться. Мы живем так, как в общем-то все, и если мы меняемся, начинаем ходить в обновленной жизни, то это не наша заслуга. Где же то, чем бы хвалиться, уничтожено? Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою независимо от дел закона. Когда мы это признаем, мы проявляем еще больше смирения. То есть мы как бы говорим в себе самом, я не нашел ничего такого, что могло бы меня оправдать. И мы начинаем молиться, как молился Давид, научи, научи меня оправданием твоим, и мы научаемся этим оправданием. Ибо оправдание наше Христос, распятый за нас. Таким образом, наши усилия или даже наши желания, они тоже мало что значат, если милосердие Божие не коснулось нас. Послание к римлянам 9.16 апостол Павел пишет, «Итак, помилование зависит не от желающего, то есть не от нашего желания, и не от подвизающегося, не от нашего подвижничества, но от Бога милующего». Потому что и желания наши приходящие сегодня одно желаем, завтра другое, утром одно, вечером другое, ночью третье. Я уж не говорю о добродетелях. Поэтому все очень категорично. Все зависит от Бога милущего. И далее апостол Павел продолжает послание к римлянам 3 глава 29 глава 30 стих. «Неужели Бог есть Бог иудеев только, а не язычников? Конечно, язычников, потому что один Бог, который оправдывает обрезанных по вере и не обрезанных через веру». То есть Бог, Он есть Бог над всеми, над верующими и над неверующими, над иудеями, христианами и мусульманами. Бог управляет всем миром и промышляет о всем своем творении, спасения. Но спасение доступно только для тех, которые соглашаются с даром спасения, которые мы получаем во Христе и со Христом. А это возможно только по благодати. Послание к римлянам 11.6. «Но если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать, иначе дело не есть уже дело». То есть благодать, вера исключает дела или заслуги. И возникает вопрос, а неужели в связи с этим как бы наши добродетели и обесценены? Может тогда действительно ничего не делать? И может быть правы те, которые говорят, что христиане учат, чем больше грешить, тем больше благодать? Конечно нет. Поэтому в окончании этой главы апостол Павел пишет. Итак, мы уничтожаем закон верой, мы как бы противопоставляем делам нашу веру, потому что очевидно, что наших дел недостаточно. Итак, мы уничтожаем закон верой, спрашивает Павел, и сам отвечает, никак, но закон утверждаем. В каком смысле утверждаем закон? Если ты прощен по благодати, это мощнейшая мотивация начать что-то делать для Бога по его закону. Ибо любовь и предполагает желание что-то сделать для любимого, а кто более может возлюбить Бога? Тот, кому более прощено. Поэтому Христос и говорит, первые в Царствие Божие идут блудницы, мытари и грешники. Архиепископ Верки Таушев пишет, этим не уничтожается значение закона, а лишь утверждается, ибо благодать Божия дала возможность людям осуществлять требования закона. С одной стороны, если тебе все прощено, это мощнейшая мотивация начать что-то делать. С другой стороны, сама благодать милость Божия, преображающая нас, дает нам силы исполнять волю Бога, насколько это только возможно для нас. Спаси Христос! 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 Продолжение следует...